Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пятница, 9 апреля и давайте с вами посмотрим на графики евро и фунта, поговорим о дальнейших перспективах. Видим, что европейская валюта в первую половину дня не сумела пробиться выше сопротивления 1893 и от которого была сформирована нисходящая коррекция в район крупной поддержки 1859 и там уже МБК реабилитировались. Ближе к американской сессии состоялся пробой этого диапазона и крупный рост европейской валюты, что позволило достаточно неплохо заработать. Я обращал внимание на все точки входа, разбирал сделки и говорил о том, что и как нужно действовать при определенных обстоятельствах. Вы вчера эти обстоятельства отлично отработали, поэтому, кому интересно, можете заходить на сайт компании ИнстаФорекс и там подробно расписаны все сделки, которые были вчера. Также у нас есть и телеграм-канал, все это для общения, ссылки на все это я оставлю в описании. Теперь давайте поговорим о том, почему произошел рост европейской валюты. Скорее всего, это связано со вчерашним выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Паула и с данными по американскому рынку труда недельными. Хоть они имеют ограниченное влияние на рынок, но плохой отчет привел к ослаблению американского доллара, а выступление председателя ФРС еще раз напомнил Паула нам о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика будет сохраняться, что рынок труда еще очень далеко находится от того состояния, в котором был до пандемии коронавируса и пока это исправлено не будет, ФРС даже не начнет рассматривать какие-то сворачивания программы выкупа облигаций, либо изменения в процентных ставках, поэтому трейдеры отреагировали сбросом американского доллара и покупке европейской валюты. К слову, то, что мы обновили максимум этой недели, сохраняет бычий тренд в рынке и с технической точки зрения основной задачей теперь покупателей будет провести закрепление выше уровня 19.17. Тест этой области сверху вниз образует хороший сигнал на продолжение роста евро и нам откроются максимумы 19.47 и 19.87, где рекомендую фиксировать прибыль и открывать короткие позиции по европейской валюты сразу на отскок. К слову, помогут в этом нам хорошие отчеты по изменению объема промышленного производства в Германии и Франции, будут у нас данные по изменению объема ручной торговли в Италии и хорошие эти показатели могут сохранить восходящий потенциал европейской валюты в первой половине дня. Но, как мы помним, всю эту неделю мы все-таки укреплялись на американской сессии, поэтому смотрите, не попадите в капкан. Резкий рост от 19.17 в первой половине дня, обновление 19.47 и возврат к этому уровню может свидетельствовать о том, что американская сессия, там будет фиксация прибыли уже. Конечно, после этого бычьего рынка, наблюдаемого на этой неделе и на американской сессии уже наоборот. Даже при условии плохих фундаментальных данных по ценам производителя и всему остальному может наблюдаться фиксация прибыли и снижение евро, поэтому будьте осторожны. Если мы формируем ложный пробой на 19.17 сегодня в первой половине дня, в таком случае продажи и я жду возврата под 18.86, там короткие позиции с целью обновления 18.59. То есть, от этого уровня будет зависеть очень много, так как он является хорошим стартом для продолжения роста европейской валюты на следующей неделе, поэтому быки будут его активно защищать. Здесь можно открывать длинные позиции на скок порядка 20-25 пунктов при первом тесте этого диапазона. Если мы формируем ложный пробой на 18.86, то почему бы нам не рассчитывать на продолжение роста европейской валюты уже в район 19.47. Что касается британского фунта, здесь мы волатили сохранять достаточно серьезно. Вчера у нас был также образован хороший сигнал на покупку фунта, я его разбирал в своем телеграм-канале и разбирал его на сайте компании Instaforex, поэтому кому интересно, можете посмотреть. Немного я сместил уровень поддержки на 37.20, 37.25, так как вчера мы достаточно сильно размыли этот уровень и я думаю, что лучше его немножко пересмотреть. Также было подвинуто у нас сопротивление 37.70 и опираясь на этот диапазон торговый, я буду принимать решение. Формирование ложного пробоя на 37.20, это покупки, ну и задачей быков будет, конечно, выход выше 37.71. Тест этого уровня сверху вниз образует хороший сигнал на продолжение роста к 38.25, 38.76. Это два уровня, от которых можно открывать короткие позиции сразу на отскок. Если никакой активности на 37.20 нет, то закрепляемся ниже, тестируем его снизу вверх, то в таком случае продажи и жду возврата на 36.70. Я думаю, здесь можно покупать фунт сразу наскок с коррекцией 20-25 пунктов внутренняя, но обновление этой области, скорее всего, сформирует вот такую вот мощную дугу. И не загораем, будет прорыв 36.70 с резким обвалом 36.39, 36.05, 35.66 и дальше как можно ниже. Поэтому очень важно, чтобы быки сегодня защитили 37.20 и не допустили движения к 36.70, так как, еще раз повторюсь, обновление этого уровня будет свидетельствовать о возможном формировании новой крупной волны падения британского фунта. Всем удачи и хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok